заебалять уже комары привет парни с разрешительного следующее в сегодняшнем видео возникла такая проблема клинит суппорт заднего колеса и так будем решать в общем смотрите изначально хотел вот такой вот хренью помазать колодки написано для суппортов на самом деле специалист сказал что это не подходит для этого дела для этого дела нужна такая вот смазка медная смазка в общем хорошо что это подмогу не закрасилось ну что будет работать наш способ отлично ну что нам нужно открутить колодку суппорт скобу почистить поменять заодно поменяем там на стороне колодки ручника ну и попробуем погонять наш цилиндрик может быть проблема в том что у него закисляет так 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 смотрите что получается вот здесь вот не совсем здесь вот все ржавое сейчас мы это будем чистить почистить здесь посмотрим как цилиндр внутри резиночку можно приподнять посмотреть посмотреть что да как все это дело смотрим не снимем сейчас тиск посмотрим попробуем поменять колодки чтобы ручник хоть немного оживился так поехали выташка незаменимая вещь и замкten в и в и и и и и и и и Короче, нашел напильник, будем сейчас все это дело очищать. Короче, вот смотрите, все почистим, с большей сильностью не буду. Главное проверить, чтобы проводка свободно ходила к своей рабочей поверхности. Только вот основные, мы везде без них прям, что получается, ржавчины нарастают, при ржаве не не падают, увеличиваются в размере, в общем, подклинили. Так, смотрите, что у нас возьмет, вот такая проблема. Вот здесь вот солдатик, который становится, он начал раскапивать. В прошлый раз я его подвариваю, но это не лучший вариант. И вот наш солдатик подточек. Пропилил жестянку, такой бы, и подточек, чтобы солдатик не поворачивался. Вот он встанавливается в зацеп. Вот эту часть мы сейчас подварим, приварим, и потом эту пластинку варим туда. Я думаю, так будет лучше, потому что в прошлый раз, если там непосредственно подваривать, то какая-то проблема с обточкой есть чуть больше, ничего нельзя сделать. Так, получается, мы сразу подвратим на отверстие и просто приварим вам в нужное место. Вот так вот, сейчас посмотрим, что из этого будет. Так, короче, все собрали, колокольчик собрали, место для солдатик приварили, и показывали, что все время получилось, и делали все хорошо. Теперь основное управляется колокольчик. Это не нужно. Здесь есть такой парашка. Получается парашка. Поставляется колокольчик так. Примеряется, чтобы диск плотно насаживался на колокольчик. А не стоит. Чем плотнее, тем лучше. Не надо, конечно, чтобы там, конечно, совсем перед головкой терялась от руки, и чтобы они в попровода очкаются. Так что там принято искать регулировку, чтобы она была минимальной, то есть, покрутительной. Потому что когда колокольчик изнашивается, постоянно там подкручивается. Здесь, в общем-то, все регулируется, и потом она может привелируется. Постой. Привели, поднимается. Вот. Вы смотрите, что получается. Вот здесь вот привелируется колодка. Все в картине вот эта вот дурашка. Этихотически она потом привелируется. Подкручивается. У меня что-то самая интересная подкручивается. Не знаю. Или это чисто один раз не останется, а потом, если на регулировке идут с интер салона. Может быть так. Посмотрим. Здесь вот этот механизм. Уже раздавление. Как будто так. У меня точника не было. Потому что колодки просто как-то послетели. Вот так вот это. За 18 лет. Я не думаю, что прошлый хозяин менял до меня. Я не менял. В общем, они утерлись. Желательно, конечно, свозить сразу на карточку. Я завтра поеду протачивать диск. В общем, так как тормозит всего лишь 2 сантиметра. Мы посмотрим, что из этого лежит так. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...